Всем приветики, всем пистолетики, всем омлетики, еле заставила себя встать, честно вам скажу, уже пол второго, у меня с вечера так адски болела голова, я до трёх часов ночи просто крутилась, вертелась, выпила одну таблетку, выпила вторую таблетку, мне ничего не помогло, короче, сна как такового не было, в три часа ночи как загудела сирена, полетели ракеты, и уже всё не до какого-то. сна тоже не было мне дела, пустая упаковка, просто пустая упаковка, но я приготовила блинчики для девчонок, Кирюха проснулась с самого утра, пошла, чего-то ей не понравилось, что у неё волосы как-то неправильно пахнут, и она пошла их мыть, короче, она уже встала давным-давно, уже, наверное, и забыла, что она спала, а Виктория наша всё спит, спит, спит и спит, а я сейчас хочу пойти в аптеку и купить себе таблетку, я уже не могу, я реально просто не соображаю, настолько сильная боль, при том, что у меня просто болит вот так вот сзади весь затылок, я сейчас разговариваю, у меня прям сзади затылок отдаёт, мозг не работает, ничего не хочу делать, я тупо сидела, сидела на стуле, я даже лечь не могу, потому что я понимаю, что если я лягу, мне не станет легче, я буду опять вот так вот крутиться, поэтому решила пойти что-то сделать, чтобы хоть как-то немножко отвлечься от головной боли, а вообще, на самом деле, что я сегодня хотела? Вон, видите, один спит, второй уже не спит, я хочу вот эти вот джинсы, которые мне дала Каролина, я хочу их обрезать и сделать из них шорты. Домовёнок! Что-что? Домовёнок! Закрылась от этого, от Света, короче, хочу из них сделать шорты, но сейчас их нужно померить, наверное, и посмотреть на какую длину их нужно резать, хочу себе сделать шорты бермуды. Я нигде не могу найти в магазинах, вот реально, девчонки ходят, а в магазинах нету, в магазинах везде такие коротенькие, короткие, и я даже вчера заходила в магазин Манго, потому что у какого-то тиктокера, у девчонки, когда она там делала лук одевалась, она говорит, шорты с Манго, я вчера зашла в Манго, нифига, там нету шорт, тоже всё короткое, вот, поэтому думаю, обрежу-ка я эти кюлоты. Почему, спросите меня? Потому что я так захотела, потому что у меня уже одни кюлоты есть, а эти, я думаю, прикольно будут, если я из них сделаю шорты. Я думаю, что Каролина не обидится и не попросит у меня их обратно. Я скажу, если что, забирай шорты. Были джинсы, стали шорты, поэтому давайте сейчас я буду их мерить и смотреть на какое расстояние их лучше всего отрезать. А ещё сегодня у нас безумно-безумно жарко, просто настолько сильная жара. Может быть, кстати, поэтому у меня и голова болит. Так. Ну, в общем, смотрите. Значит, они вот такие вот. Отрезать их надо где-то, наверное, вот так. Вот так. Так, сейчас я возьму какой-то карандаш, какой-то карандаш, где-то приблизительно колено. Приблизительно вот так. Ну что, будем резать ножницы. Теперь самое главное, отрезать правильно, ровненько и ещё потом сделать бахрому. И ещё после всего этого, чтобы оно получилось хорошо, чтобы я ничего не испортила. Так. Ну, вроде бы, вроде бы. Говорят, в лесу растут грибы. Шо-шо-шо, ребята? Шо-шо-шо? Так, начну, наверное, я чуть-чуть больше, а там будем смотреть. О, господи, какая же я странная. Это капец какой-то. Это же надо, наверное, всё вымереть сначала. Линейка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Увидел бы меня какой-нибудь мастер, сказал, о май гадебл, что ты делаешь, Данилка? Я бы сказала, да, не парься. Жизнь одна. И джинсы тоже одни. И сейчас такой звонок от Каролины. Тётя Маша, можно джинсы я заберу? Я такая, опа, приплыли. Нет, скажу, конечно, нельзя. Подарки, нет, дарки. Так. Ну что? Там-та-ра-рам, там-та-ра-рам. Вроде бы неровно. Вроде бы неровно. Ну почему, ну, блин, никогда ровно не получается? Тепелизм какой-то. Чёрт побери. Ну что за фигня-то такая? Так. А теперь надо сделать вот так. Я хочу с бахромой. Ну, короче, бахромой на самом деле надо делать потом уже, по мере поступления. Может быть, триста пятьдесят четыре раза их постирать. И тогда получится бахрома. Круто? Не хопа мерить? Идёмте, тогда я буду мерить. Так. Смотрим вместе с вами. Я тоже ещё не видела, поэтому будем сейчас смотреть. Кир, как тебе? Сейчас Кир расскажет результат. Кир, как тебе? Что, плохо? Ну, вообще, не нравятся такие шорты. А, ну, понятно. Так. А теперь смотрите вы. Слушайте, а мне нравится. Реально прикольно. Реально прикольно получилось. Клёвые вышли. Лучше, чем даже штаны. Обалдеть. И теперь и под футболку их можно носить. И под... Только под белую какую-то футболку. Круто. Единственное, конечно, здесь нужно бахрому сделать. И будет вообще прикольно. Я даже, по-моему, ровно обрезала всё, если я не ошибаюсь. О май гадабл! У меня появились шорты. Можно, конечно, их сделать покороче. Можно покороче. Но я не знаю, нужно ли покороче делать. И сейчас... Вот я, типа, их подвернула. И вот это не знаю. Нужно покороче или оставить? Кирюха, смотри. Покороче делать или оставить, как было? Я не знаю вообще. Не вообще. Ну, покороче, получше будет. Я не могу вообще, мам. Что? Я не могу вообще шеи двигать. Я не знаю. Это гриппатура такая? Гриппатура у тебя такая. Ну, просто ты была напряжённая в полёте. Сильно где-то... Просто вот... Защемила, скорее всего, какую-то мышцу. У тебя теперь... Вот это максимум. Защемила, скорее всего, себе мышцу. И всё. Пройдёт. Через какого? Не знаю. Через пару дней. Может быть, завтра. Значит, нет. Я не буду делать покороче. Я, наверное... Не, может быть, всё-таки сделать. Не знаю. Я ещё подумаю. Я ещё сделаю здесь бахрому. Посмотрю, как оно будет с бахромой. Конечно, не под эту футболку. И, возможно, вообще футболку нужно будет заправлять. И сюда какой-то пояс. И было бы прикольно. В общем, скажите, что вам. Мне бы сейчас куда-нибудь на Бермуды, на море... Круто было бы. Ну, я так скажу. С собаками гулять вообще очень даже круто. Белого цвета. Шикардосик. Я просто молотосик. Да? Да, я такая. Ну, на самом деле, нормально. Нормально. Мы не подолбаем. Дика, что, совсем плохо, да? Нормально. Чего не хватает? Нет, ничего. Бахромы? Ну, бахромы я сделаю. Блинчики, вода, чай. Что хочешь, делай. И приятного завтрака. А мне нужно пойти снега привезти с улицы. Наверное, пойду сейчас я за снегом. А потом надо идти в аптеку. В аптеку покупать таблетки. Ну, в любом случае, они мне нужны. Потому что, вы знаете, у меня головные боли бывают частенько. И когда их нету, то я схожу с ума. У меня хотя бы... Таблетка не помогает. Но мне хотя бы, знаете, как... Плацебо. Я себя чувствую более уверенно от того, что я ее съела. Так. Снег. Снег. Привет. Пошли, малыш. Идем. А то жарко. Дома хоть не так жарко будет. Идем. Ты, наверное, весь уже спарился. Пошли, пошли. Let's go. Давай, давай, давай. Все, молодец. Пять минут и все. Смотрите, даже бахрому сделала. Она потом еще увеличится от стирок. И мне кажется, очень прикольно. Единственное, что... Напишите мне. Может быть, их сделать немножко короче еще где-то. Вот на столько сантиметров. Или все-таки оставить как есть. Но мне нравится. Прикольные получились. Включи я не выдерживаю. Я отправила Киру. Потому что уже все. Уже просто не могу. Я ложусь, а у меня начинает голова кружиться. Я сажусь, она у меня болит. У меня даже глаза. Видите, какие? Когда у меня головная боль, у меня глаза становятся такие блестящие. Такие затуманенные. И говорю, мозг не работает. Сейчас Кира принесет таблеток. Я напьюсь как слон. Буду счастлива. Возможно, к вечеру мне станет легче. Ирюшка пришла. Наверное, таблеточки мне принесла. Да, зайка? Да. Давай. А где Вика? Я тоже домой пошла. Что, все пошли отдыхать? Нереально жарко. Я мокрая. Ты мою спину подрогай? Ну, на улице, да. Сегодня пекло обещали. Это капец. И такая погода будет до субботы? Я до субботы... Мне сегодня самый тяжелый день обещали. Наверное, поэтому у меня и башка трещит. Даже вчера в новостях писали. И сегодня в новостях писали, что сегодня самый тяжелый день. Своё лицо просто трэш. Я секунду с дома ушла. Туда и обратно. Спасибо за таблетки. Я буду сейчас себе делать массаж ног, потому что у меня крутят ноги жутко. Всё. И я сегодня, наверное, буду отдыхать. И вот так вот сейчас я их выложу. Боже, и буду кайфовать. А вы меня не трогайте. И вы тоже. У меня немножко прошла голова. И я, короче, тут решила подобрать лук под вот эти вот шорты, которые я себе делала. И нашла у Киры вот эту гигантскую, просто гигантскую футболку. И мне кажется, что она сюда просто идеально встала. Единственное, что я не знаю, нужно ли их немножко всё-таки укорачивать. Или оставить вот в таком вот виде. Просто я так смотрю, что может быть чуть-чуть всё-таки короче сделать. Или оставить так. В общем, я жду ваших комментариев. Но мне кажется, достаточно хорошо получилось. Сюда, если ещё не вот в этих вот кроксах. А если одеть... Сейчас я покажу вам. Вот, если одеть эти кеды, то мне кажется, вообще шикарно. Но я крокса чисто для прогулки с собаками. Поэтому я считаю, что в кроксах лучше. А можно вообще вот так вот. Короче, my love style. Я себе немножко такое вот сделала. Напишите, нравится вам или не нравится. Как получилось, хорошо или нет. И вообще, можно ли в этих шортах ходить. То, что я себе замутила. Получилось круто или не круто. Кстати, я же тут уже подёрла немножко. Так что, в принципе, уже как бы вариант полностью доделанный. Но они ещё немножко, конечно, при стирке здесь рассытаются. И будет ещё класснее. Можно даже здесь ещё сделать какие-то дырки. Но я думаю, что дырки я уже делать не буду. В общем, напишите, как вам мой style сейчас пойдёт. Можно так ходить или нельзя. Я говорила, да, что у меня немного голова прошла. А Кира куда-то пошла на улицу. Она сидела, 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 сидела. И пошла. А мне на самом деле тоже уже скоро выходить. Потому что уже скоро 6 часов вечера. 6 часов. Я тупо целый день пролежала. Просто пролежала и ничего не проделала. Только шорты обрезала. Всё. И всё равно такая отдалённая, отдалённая головная боль. И я лежу на вот этой вот подушке ногами. Рядом со мной собаки. И тут я ещё кушала семечки. Но уже я их не ем. И хожу такая сейчас. Короче, ребята, напишите, как. Норм или не норм? Можно так ходить или всё же не стоит? Вышла с собаками. И смотрите, сейчас смотрю вперёд. И осень. Вот особенно впереди. Прям настоящая. Такая осень. Уже жёлтые деревья. Красивый закат. Солнышко на деревьях светит. И они жёлтые. Ах, какая же всё-таки грустнота. Короче, ребята, на этой прекрасной ноте я, наверное, вам скажу пока. Потому что у меня совершенно нету сил. И я, кстати, в своём новом луке. Но вы всё равно мне напишите, как. Всем лавушки.